Сейчас будем знакомиться. Возможно, тут у нас онлайны тоже есть. Кто не знает, кто я такая? Вышла тут безжалостно, у Алексея время забирает. Дед Мороз ушел, Снегурочка вышла. Давайте знакомиться. Меня зовут Гиреева Эльмира Маратовна. Я очень хороший человек, говорят, даже привлекательный. Я являюсь сооснователем и руководителем школы эмоционального интеллекта, но сегодня мы с вами не про образование. Сегодня я с вами как специалист. И если Алексей занимается тревожными расстройствами, то я занимаюсь расстройствами пищевого поведения. И об этом мы будем с вами разговаривать сегодня очень методично. К сожалению, недолго. Алексей не отдал мне много времени, потому что говорить про РПП я могу часами, и тогда здесь вы бы умерли с голоду, потому что меня порой не остановить. И прежде чем я начну, мне нужно сделать одну очень важную ремарку. У меня есть один небольшой секрет. Я немного глуховато на левое ухо. Поэтому если вы захотите вступить со мной в дискуссию, оспорить, либо просто побеседовать, поднимите лапку, пожалуйста, потому что если вы будете выкрикивать, я, возможно, вас не замечу. А вы будете испытывать нервно-психическое напряжение. Мы здесь собрались, чтобы его снижать и учиться, как говорит Алексей, адаптироваться. Так вот, давайте прелюдия закончилась. Давайте начнем, тем более, что Алексей у меня забрал пять минут. Прощаю. Что такое расстройство пищевого поведения? Давайте с вами немного по взаимодействиям. Поднимите лапки. Кто знает, что такое РПП? Какая прелесть. Но есть те, кто не знает. Знаете, это то, чем я живу каждый день. Количество людей на моих консультациях все больше и больше, очередь увеличивается. И это то, что пропитано большим количеством слез. Это то, что пропитано отсутствием надежды и веры в глазах моих клиентов. Потому что РПП невозможно заболеть вот так. Раз с утра проснулся, оп, у меня булимия. Какая прелесть. Начну день с туалета. А так не работает. Это не просто словить паническую атаку в метро. Это долгий-долгий процесс, который я буду объяснять, по каким причинам он происходит, как это вообще случается в жизни человека. И знаете, когда мои клиенты теряют надежду и веру, я их знакомлю с третьим компонентом этой Святой Троицы. Это любовь. Эта любовь, она пропитана везде. Ее нужно научиться чувствовать. И вы сегодня поймете, какая главная уязвимость человека с расстройством пищевого поведения. Возможно, кто-то будет рыдать. Это нормально. Потому что любовь – это, в принципе, то, чего им так сильно не хватает. То, что они не умеют принимать. То, что они не умеют давать. В том числе. И знаете, если бы мне перепала возможность дать официальное значение данного расстройства, на 90% это значение состояло бы из абсцессивной лексики инвектив, то бишь матюков. Потому что, выражаясь более литературным языком, я скажу, что это сволочь. Расстройство пищевого поведения – это сволочь. Но, может быть, не каждый из вас сталкивался в жизни с истинной сволочью, поэтому мы немножечко детализируем. Расстройство пищевого поведения – это расстройство, при котором в значительной мере нарушены восприятия собственного тела и питания. Что это значит? Это значит, что в один момент девочка или мальчик начинают очень сильно фиксироваться на том, как они выглядят, как они чувствуют собственное тело. И при помощи еды, либо иных таких сомнительных способов начинают это контролировать, компенсировать и так далее. Расстройство пищевого поведения бывает нескольких видов. Сегодня все очень любят говорить про компульсивное переедание. Всем кажется, что компульсивное переедание корректируется проще всего. Но это иллюзия. Убираем это из головы. Это большая иллюзия. Во-первых, очень важно понимать, что последние научные веяния и все последние клинические рекомендации нам говорят о том, что вообще, в принципе, делить на виды расстройств РПП нет никакого смысла, потому что РПП – это миграционное расстройство. Что это значит? Это значит, что сегодня человек страдает от компульсивного переедания, завтра это может перейти в булимию, послезавтра это может перейти в анорексию. С анорексией, если ей повезет, это опять перейдет в булимию. И, в общем, это вот такой вот круг. И зачем нам это делить? Чтобы что? Как-то стигматизировать клиента? Но состояние человека в разные периоды, естественно, отличается. Поэтому я вам немножко расскажу, какие там все-таки эти виды бывают. Есть такое понятие, слышали, наверное, нервная анорексия. Ну, молодцы какие, видите, подготовленные умнички. Нервная анорексия – что это такое? Это когда у человека катастрофически низкий индекс массы тела. То есть девочка весит при росте, не знаю, 170-35 килограмм, и она считает, что она толстая. Недостаточно, говорит, я худая. Вот что такое нервная анорексия. Нервная анорексия – это когда у нас катастрофически низкий индекс массы тела, и это несет очень такие серьезные последствия для здоровья. Ну, как минимум, болеть долго нервной анорексией невозможно, потому что человек умирает. Увы. Также есть такое расстройство, как нервная булимия. Нервная булимия бывает тоже там нескольких видов. Бывают атипичные расстройства и атипичная нервная анорексия. Бывает это когда у человека все признаки анорексии, но при этом сохраняется адекватный индекс массы тела. Такое тоже бывает. Нервная булимия – это когда человек вызывает рвоту, пьет слабительные диуретики, жиросжигатели, занимается там излишним количеством спорта и так далее. В общем, когда он при помощи каких-то действий пытается скомпенсировать съеденное. Для чего? Для того, чтобы контролировать собственный вес. Что ему кажется, что он недостаточно хорош. И также существует компульсивное переедание. Это вот святая троица, о которой сейчас, ну по факту, когда говорят про РПП, вот именно эта святая троица и высвечивается у нас. Компульсивное переедание – это когда человек, ну по факту, ест большое количество еды, приступообразно, и как следствие порой бывает зачастую из-за переизбытка калорий у него есть лишний вес. Но здесь я вам сразу скажу, запомните раз и навсегда, убираем эту стигматизацию из головы. Если у человека есть ожирение диагностированное, это не значит, что у него есть расстройство пищевого поведения. Ожирение бывает по ряду других причин. Не обязательно, потому что он много кушает. Может, у него там какая-нибудь проблема с гипофизом. Может быть такое? Может быть. Стигматизировать, если к вам попадут там клиенты, учитывая, что здесь вижу большую часть наших студентов, нужно понимать, что это не значит, что у него РПП, нужно проводить диагностику. И сейчас еще этот список начинает расширяться. Туда добавляется и синдром ночной еды. Это когда человек может просто проснуться среди ночи, открыть холодильник и начать есть. И он даже не помнит, как он это делал. Вот такие вот вещи тоже бывают. Также сейчас добавляют в список этот замечтательный артерексию. Артерексия – это когда человек очень сильно сфокусирован на качестве еды, на правильности еды. То есть он детально, он ходит с лупой в магазин и читает состав. А нет ли там буковки Е? Ну, maybe есть, как бы, да. И он очень сильно боится съесть какую-то вот еду, которая, ну вот это все, органик, эко. Это вот для них. Что делает вот эта вот индустрия эко-еды, вот этот вот ЗОЖ? Они по факту инвестируют в расстройство пищевого поведения. Они инвестируют в человека с артерексией. Какая прелесть, да? Ну, об этом я сейчас расскажу чуть позже. И сейчас будет не самая приятная часть моего выступления. Вообще неприятная. Потому что там будет статистика. Статистика ужасающая. Каждые 62 минуты от РПП умирает как минимум один человек. Ого! Да. Реально ого. Это прям ого. Потому что РПП занимает третье место, ну вот в тройке психических расстройств, от которых чаще всего умирают люди. Но об этом, черт возьми, не говорят. Не говорят про это. И знаете, так удивительно, если мы тут весь день беседуем с вами про панические атаки, про неврозы, об этом же наши клиенты орут. Они орут, у меня паническая атака, спасите меня. А человек с расстройством пищевого поведения не кричит про свои недуги. Он молчит. Он приходит к врачу и молчит про свое расстройство. И почему, я тоже сейчас позже расскажу. Это важно понимать, потому что это катастрофа. Анорексия имеет самый высокий уровень смертности среди всех психических заболеваний. С нечем шизофрения. Депрессии и так далее. У молодых людей, страдающих анорексией в возрасте от 15 до 24 лет, риск смерти в 10 раз выше, чем у людей того же возраста без расстройства пищевого поведения. В 10 раз повышается статистика. А теперь еще одна деталь. 50% людей с расстройством пищевого поведения еще не диагностированы. То есть вот из всех, кто есть, еще 50% не диагностированы. А почему? Потому что об этом не говорят. Потому что у нас считается, что если человек сидит на диете, это клевый тон. Он следит за собой. А причина, зачем он это делает? Он говорит, я пошла в фитнес-бикини. Какая прелесть. Зачем оно тебе надо? Он говорит, я сижу, значит, на одном твороге обезжиренном уже год, и я пытаюсь увидеть собственный пресс. Я говорю, прекрасно. А как бы что со здоровьем? Он говорит, ну вот, да, там щитовидка вылетела. Да какая разница? Ну, это оно есть. Это люди, которые ходят в спортзал не для того, чтобы поддерживать свое физическое состояние. Ну, там, типа, восполнять физическую активность, которая нам необходима по рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Они ходят туда для контроля веса. Они ходят туда, чтобы улучшить свои формы. И это проблема. Это действительно проблема, потому что, как вы видите, статистика ужасающая. Может вот так вот щелкнуть, и человека не станет. Это беда. Но РПП прекрасно подается корректировке успешному лечению. Но, к великому сожалению, только один из трех людей с РПП получили квалифицированную помощь. А почему? Потому что я вот, знаете, очень долго в свое время, вот у меня был бунт. У меня был бунт по поводу того, почему такая ужасная статистика. И у меня есть, было, они уже не мои коллеги, к счастью, были коллеги в моем окружении, которые говорят, да сложно с РПП работать. Говорит, вообще они не поддаются ничему. Я говорю, ну как так? Может, вы что-то не то делаете? У меня же как-то клиенты стабилизируются. Я вроде бы не придумала никакой новый уникальный метод. Я просто выполняю свою социальную роль и немножечко имею, ну, наверное, побольше извилин. Это нормально такое случается, да? Но мышление как мышцы необходимо тренировать. Вот, они этим не занимаются, поэтому стоит понимать, что, в принципе, в РПП страшно это бездействие. И если вы в будущем собираетесь работать с расстройствами пищевого поведения, это вообще увлекательные люди, они потрясающие. Они такие кульбиты выдают, мама не горюй. Но проблема в том, что нет квалифицированной помощи. Люди не знают, как корректировать РПП. К ним приходят, к психологу приходят. У нас психодиетологи. Вот только вдумайтесь. Психодиетолог. Это кто? Это человек, который провоцирует расстройство пищевого поведения? Я понять не могу. Потому что РПП стреляет в тот момент, когда человек садится на диету. А диетолог это кто? Это человек, который прописывает диету? Ну, то есть я не понимаю очень много вопросов, ответов не существует на эти вопросы, к сожалению. И РПП прекрасно подается корректировке и успешному лечению. Но, к сожалению, слайд повторяется. Вот очень важно, что среди подростков с РПП помощь получал только один человек из шести. Один! А остальные сидят там, рыдают в подушку и едят по ночам. Вот это беда. И мне уже нужна помощь. Я не справляюсь. Как выглядит статистика, когда человек получает на самом деле квалифицированную помощь. А поднимите руку, тут есть мой клиент? Ага. Пока нет. Что-то сегодня маловато. Возможно, скоро будет. 50% людей, страдающих от анорексии, полностью выздоравливают. Это возможно. Это возможно. 50%. То есть 50% жизни могут быть спасены. Если люди, специалисты, начнут делать то, что им делать должно. А не раскладывать натальные карты, прописывать диеты, прощать бабушек, дедушек и так далее. А потом удивляются, почему мы с Алексеем презираем психологов. Ну, потому что вот такая статистика, она возможна. Она возможна, если люди включат свою голову. Вот есть один такой нюанс. У 20% людей сохраняются некоторые симптомы. Сейчас поясню, что это. Об этом вам не расскажут ни в одном институте. Может быть, об этом расскажут люди, которые корректируют РПП в действительности. У людей с анорексией, которые находятся в период восстановления, ну, то есть у них, они уже там, предположим, отлежали в Алексеевской либо в Центре исследования расстройств пищевого поведения, им восстановили более-менее организм, и они выходят. Они выходят в люди. И у них есть такое понятие, как загоны. Загоны. Загоны на языке анорексии – это когда девочка объективно, или мальчик, что очень важно понимать, этим страдают и девочки, и мальчики. Это не только девчачья подростковая болезнь. У меня же с табелями ходят. С булемией, с анорексией, с компульсивным перееданием в том числе. Это когда девочка уже выходит в свет белый, но у нее сохраняются старые такие вот загоны, как они их называют. Например, она боится есть мороженое. Она боится есть на людях. То есть она объективно понимает, что она на верном пути, но вот какая-то вот эта история с симптоматикой, она остается. И вот здесь вот очень важны мы. То есть в этот момент мы важны катастрофически. У меня девочки там ходят, познают новую жизнь, в торговых центрах есть начинают. Потому что до этого было недопустимо, невозможно. В смысле кто-то видит, как я ем. Я куплю что-то и не прочитаю состав. Эльмира Маратовна, вы что? Давайте еще скажите мне с окна спрыгнуть. Ну то есть у них это приблизительно так выглядит в голове. Это равносильно катастрофе и смерти. Они пытаются торговаться. Говорит, Эльмир Маратов, ну вот творог я не буду читать состав. А вот здесь вот шоколадку я, естественно, состав прочитаю. Тут очень важно понимать, что если вы хотите избавиться от страха, бояться змей, мы не можем перестать бояться только ужиков. Ну как бы нужно, наверное, начать с анаконды. Ну чтобы было наверняка, да, Леша? Поэтому одна треть, к сожалению, заболевших анорексией не вылечиваются. И здесь тоже очень много вопросов, на которые пока что нет ответов, потому что, скорее всего, проблема заключается в том, что поздно обратились. Чаще всего сейчас порог расстройства пищевого поведения, возрастной порог, он снижается. То есть у меня, ну вот чтобы вы понимали, до того, как я вышла сюда, у меня в кабинете сидела 12-летняя девочка. 12 лет ребенок, порог снижается, это страшно. Людей болеет столько же, как там, предположим, 10 лет назад, но возрастной порог снизился. И проблема в том, что обычно, ну как мы можем, да, это заметить, там, например, у ребенка есть лишний вес. И родители за счет отсутствия осведомленности начинают поддерживать ребенка, когда приходит там 11-летняя девочка домой и говорит, мама, я сажусь на диетку. Она такая, о, клево, ты же полная. Ну то есть, понимаете, произошло такое некое когнитивное искажение в нашем обществе, когда вот это вот сидеть на диете и так далее, это как акт ухода за собой. Но нет, это иллюзия, и это большая-большая проблема. В случае булемии вероятность выздоровления еще выше, она составляет около 90%. Да, это возможно, если есть правильные инструменты, и вы знаете. Да сейчас я все расскажу, подожди, люди в обморок ходят, чтобы попали, надо подготовить. Вон уже в офисе кто-то завалился. И при РПП очень важно их наиболее раннее выявление и профессиональная помощь. То есть, если в вашем окружении, я прошу, я хочу, чтобы вы сегодня, выйдя отсюда, поняли одну очень важную вещь, что у человека, у которого есть расстройство пищевого поведения, у него на лбу не написано, что у него РПП. Потому что в чем разница между анорексией и нервной булемией? Разница в том, что при анорексии мы видим очень сильное истощение, а при нервной булемии мы не видим, потому что человек, он как бы объективно в адекватном весе находится. Но при этом он вызывает рвоту восемь раз на день, и у него уже зубов нет. Да. Знаете, что я первое делаю, когда ко мне клиенты приходят? Я говорю, пальчики покажи. Я говорю, зачем? Я говорю, пальцы покажи. Пальцы сбиты, все. Значит, рвоту вызываем. Да. Скажите, пожалуйста, если человек уже пипец, 39 килограмм, но она не хочет лечиться, значит, она умрет. Бесполезно? Как вы советуете? Ну, не советовать, вызывать неотложку, и пусть госпитализирует. Окей, идем дальше. Вопросы про физическое восприятие. Причины возникновения сиене дуга. Тоже святая троица. Генетический фактор. Расстройство пищевого поведения на 50-85% обусловлено генетикой. ДНК, 12-я хромосома. Там живет ген расстройства пищевого поведения. Он такой, хе-хе, я тут есть. Потом случается ряд каких-то ситуаций, и этот ген выстреливает. Я сейчас объясню, как это происходит. Также очень важно понимать, что у расстройства пищевого поведения очень высокая коморбидность. И РПП редко приходит в одиночку. Чаще всего это тревожные расстройства. Да, микрофончик только дайте молодому человеку. Сейчас скажу. Что такое коморбидность? Коморбидность – это когда у человека есть и расстройство пищевого поведения, и, например, тревожные расстройства, панические атаки. То есть это сочетанно, как мы с Алексеем любим выражаться, сочетанная проблема. И именно по этой причине невротиков и РППшников, как ФСБшников, бывших не бывает. Ну вот вы родились с определенным цветом глаз. Это генетика. И РПП – это та же самая история. Перед вами стоит человек, который несколько лет назад весил больше 150 килограмм. Я похудела на 80. И смотря на меня сейчас, наверное, многие даже говорят, что стоит тут вроде нормальная мадам, что-то рассказывает, в смысле минус 80, я вешу меньше. Но это бывает. И я не то чтобы какой-то уникальный клинический случай, я разумный случай. Сдолько уникальности, естественно. Но суть заключается в том, что то, как я сейчас живу… Ну то есть проблема людей, которые снижают вес, в том, что они вес сохранить не могут. Они в течение полутора-трех лет этот вес обратно набирают. Я сохраняю вес, и вообще, в принципе, о нём не думаю. И так выглядит адаптированный человек с расстройством пищевого поведения. Парам-пам-пам. Поэтому с чего начинать нужно? С расстройства пищевого поведения или со снижения веса? С расстройства пищевого поведения, конечно. В этом и есть базовая ошибка тех людей, которые хотят схуднуть, либо похудеть. Ну вот психодиетологи, например, они хотят помочь человеку, но как они могут… Ну они дадут ему диету. Диета… Лёша, можно я тут буду рисовать? Лёш, сотру? Тут какие-то наскальные важные записи. Я сейчас сотру. Первое. Генетический фактор. Мы его выводим как особо важный. Почему? Ну вот есть этот генфактор, но он же не с первого дня выстрелил. Значит, что-то должно произойти, чтобы этот генетический фактор включился. Правильно? Правильно. Как вам кажется, что должно произойти с человеком, чтобы вот эта штука включилась? Да, у нас есть лидер по расстройствам пищевого поведения. Нужно ограничить себя. Нужно сесть на диету. Нужно сесть на диету. Ген расстройства пищевого поведения включается в тот момент, когда человек садится на диету. И ген расстройства пищевого поведения выключается когда? Когда восстанавливается питание. Запомните раз и навсегда. Если у вас в окружении есть человек с РПП, и он сидит на диетах, скажи, стоп, остановись. Ты поддерживаешь своё расстройство. Не надо так. Это очень важно. Идём дальше. Социальный фактор. Это семья и общество в целом. Вот Алексей вам сегодня тут будет очень много вещать, как я понимаю, про детство, про то, как вы там сформируетесь, вот это всякое разное. И социальный фактор один из самых важных, потому что, к сожалению, бывает так, что, знаете, я вот строю-строю домик с клиентом. Строю-строю. А потом врывается в чат мама. Она врывается в чат, и этот домик вот так вот сносит. Что ж такое? Сколько можно? Семья имеет колоссальное влияние на развитие расстройства пищевого поведения. Это та история, когда втяни живот. Очень надо втянуть живот ребенку. Зачем ему втягивать живот? Камон! Он ребенок, и он вообще о другом думает. Это когда вот это вот все доешь за маму, за папу. Да, тебе надо доесть срочно за здоровье. И ребенок сидит ответственность. Я могу контролировать чье-то здоровье. Едой. Ну, то есть шутки шутками, да, но, к сожалению, такая история есть, и она случается. И общество в целом – это вот эти вот все штуки, там, а-ля друзья какие-то. Ну, у подростков вообще они как бы не отличаются уровнем высокой эмпатии, да, и подростки бывают достаточно жестоки. Также вся эта культура, там, билборды, значит, фитнес-бикини, красивые инстаграмы и так далее – это все также влияет. Но важно понимать, что ни один родитель, ни один билборд, ни один какой-нибудь плохой тон в сторону человека с геном РПП не вызывает расстройства. Вызывает расстройства сочетанные факторы, которые приводят к ограничению. То есть винить родителей в РПП не нужно. Их нужно образовать и рассказать, что с этим делать. Потому что они, ну, не всех, конечно, поддаются вменяемости, да, и порой бывает битва, но чаще всего Эльмир Маратовна выигрывает и все-таки доносит важность происходящего процесса. Ну и психологический фактор – это вот сама вот эта некая структура личности, которая формируется в течение времени, в течение жизни. То, как, в каких обстоятельствах и в каких… Какая система отношений была у этого ребенка, когда он рос. Чаще всего, я не знаю, Алексей говорил или нет, что про ОКР уже было что-нибудь? Вот. Чаще всего люди с РПП – это люди, у которых обсессивно-компульсивная структура личности. Это люди, которые постоянно… Вот они что это? Они считают, они контролируют. Им надо все быть идеальным, тут, то, то. Ну, как бы это такое есть. И я помню, как мы с Алексеем выступали в одном именитом институте московском. Мы рассказывали про РПП. И когда мы, наверное, одни из… Немногих. Нет, мы были единственные, ладно. Кто заявил вообще, в принципе, о том, что обсессивно-компульсивное расстройство и расстройство пищевого поведения идут в одну ногу, на нас смотрели достаточно странно. Я не понимаю до сих пор почему. То ли потому, что они не хотят в это верить, а ищут натальные карты. Да, вот какие-то там, значит, у них… До нас выступали ребята, которые корректируют РПП при помощи 12-шаговой ступенчатой терапии вот этих анонимных алкоголиков. Только называется анонимные компульсивные переедальщики. И на самом деле, если посмотреть на то, как эта история у них выстроена, она полностью противоречит коррекции расстройства пищевого поведения. А потом мы удивляемся, откуда такая статистика. Не туда люди тыкают, не тем пытаются корректировать то, что в коррекции нуждается. И сейчас мы с вами поговорим непосредственно про такую вот одну из самых важных и главных уязвимостей человека с расстройствами пищевого поведения. Я бы, конечно, рассказала вам, безусловно, и более детально, и о причинах возникновения, и то, как это происходит. Но это будет вот, да, в сентябре, потому что Леша меня тогда побьет ногами за то, что меня отсюда не вытолокать со сцены. Но сейчас я хочу вам дать небольшую выжимку того, что есть, наверное, в 99% случаев у каждого клиента с расстройством пищевого поведения. И на самом деле не только у человека с расстройством пищевого поведения, но так случилось, что у них это превалирует. И это действительно сильнейшая уязвимость. Вы вот тут сегодня целый день будете слушать про каких-то 10 грехов невротика. 10 грехов невротика. Но вот есть еще один грех. Грешок. Грешок. Который мы сейчас с вами прям вывалим на стол и будем безжалостно препарировать. И этот грех — это страх. Но страх непростой. За страхом что-то стоит. Наши клиенты, например, они боятся непанической атаки. Вы же понимаете, да? Человек боится непанической атаки. Он боится чего-то другого. И то же самое у человека с расстройством пищевого поведения. Ему что-то шепчет на ушко. Кто-то чешет его затылок. И это не просто... Что он боится? Вы думаете, он боится увидеть какую-то цифру на весах? Вы думаете, он боится переесть? Это что за глупости? Нет, конечно. Он боится чего-то другого. И это главное слово сегодняшнего выступления. Принятие. Я сейчас просто выдам вам тезис. А давайте так, прежде чем я его выдам. Поднимите руку, кто когда-нибудь сидел на диете. Ой, да мои швызайки. А те, кто не поднял руку, вы понимаете, что в вашем окружении есть человек, который точно сидел на диете. И проблема весомая. Потому что, к сожалению, за вот этой вот маской, там, диет и прочего стоит нечто другое. И мы с вами выводим тезис. А есть... Давайте еще глубже. Люблю поглубже. Кто считает... Кто считает, что у него есть РПП? Ну, не стесняйтесь, давайте. Ну, что? Вот. Прекрасно. Я не одинок. Окей, мы выводим тезис. Чтобы из себя что-то представлять, я должна что-то делать и как-то выглядеть. Уважаемые клиенты, люди с расстройствами пищевого поведения, моргните, если откликается. Вот они сидят, сидят, сидят. Да, да, да. Что за этим стоит? Сидит девочка, и она говорит мне, Эльмир Маратовна, знаете, я базово из себя вообще ни хрена не представляю. Я говно. Я говно, которое всю жизнь слышало, что со мной что-то не так. Я чувствую себя как-то не так. Я вообще какая-то не такая. Поэтому я начала что-то делать, чтобы стремиться к какому-то идеалу, чтобы представлять из себя хоть что-то. Вопрос, зачем? Чтобы получить принятие. Это то, чего нет у человека с расстройством пищевого поведения, от слова совсем. Там нет безопасности, там нет принятия. Ни себя, ни от окружающих. Даже если они находятся в обществе, где это принятие есть, они не видят его, они не умеют его принимать, они не умеют с ним контактировать. То есть, ты клево выглядишь. Говорит кто-нибудь. Я? Пошел вон. Того не может быть. Это ложь. Говорит, да с тобой все нормально. Что это может значить? Ну, на самом деле, вот в голове у человека с РПП это выглядит именно так. Не знаю, есть? И они понимают, что им некомфортно, что качество жизни нарушено, что они каждый день испытывают колоссальную внутреннюю боль, они готовы сидеть с мужиками, жить с мужьями, с которыми они не хотят жить. Но они живут там только для того, чтобы быть каким-то нормальным, чтобы соответствовать хотя бы чему-то. Им не важно, что им очень плохо. Им не важно, что вызывая рвоту, они просто убивают свой организм. И они понимают, что они делают. Они понимают, что они делают, когда они каждый день переедают. То есть, вы понимаете, человек с расстройством пищевого поведения, почему он испытывает чувство вины? Потому что чувство вины испытывается тогда, когда ты уже принял решение, но понимаешь, что решение неправильно, но идешь и делаешь это. Чувство вины направлено к себе, а чувство стыда туда, наружу. И с чувством вины они идут в магазин, накупают уже всю эту еду, они знают, что у нее перейдят. Они знают, что они всю ее съедят. Они знают, что они делают. Но есть вот эта внутренняя боль, с которой они не могут справиться. Есть вот этот вот небольшой механизм, который просто замыкается. И не просто так, а еще из-за вот этой вот штуки. Заболеть просто РПП невозможно. Если у вас есть расстройство пищевого поведения, вы звездочки. Я считаю, это так. Кто-то будет оспаривать, скажите, Эдмир Маратовна сообщила иное. И на самом деле они очень любят, чтобы получить это принятие, им нужно все контролировать вокруг. Им нужно контролировать еду, им нужно контролировать собственное тело, им нужно контролировать мысли. Вся их жизнь. Студенты наши увидят это вновь. на 80% состоит из мыслей о еде, о теле, о том, как они выглядят, о том, как они чувствуют полноту. То есть человек с РПП, он говорит, я чувствую себя толстым. Что это за чувство полноты? Расскажите мне. Обычный человек, он может, говорит, я чувствую себя толстым. Он говорит, я поправился. А здесь они начинают чувствовать себя толстым, даже если не съедят одно лишнее яблочко. Они чувствуют эту полноту, которая вызывает у них, я не зря сказала про слезы, отсутствие веры и надежды. Это просто огромнейшее скопление ненависти к себе. 80% времени за день. 20% занимает какая-то там социальная жизнь небольшая. И они занимаются спортом, фитнес-бикини. Я, значит, вот это вот сейчас пойду в спортзал, подсушу и сделаю фото в Инстаграм обязательно с прессом. И для чего они это делают? Вот вы понимаете, сам механизм. Покажите мне гимнаста, который занимается спортом, для того, чтобы сфоткать пресс. А он у него есть. Но девочка с расстройством пищевого поведения идет в спортзал, чтобы сфоткать пресс по факту. Для чего? Чтобы получить принятие. Хотя бы каким-то способом. И эту маленькую зайку там внутри действительно никто никогда не принимал. Там сидит больной внутренний ребенок, который всю свою жизнь доказывает. «Посмотрите, я имею право. Я имею право на существование. У меня пресс хороший. Я еду контролирую. Я умею калории считать. Мама, посмотри на меня. А можно принятие? Нет, нельзя. Потому что не то принятие хочет эта зайка. Поэтому они недовольны никогда. Потому что это не то, чего требует этот маленький ребеночек внутри. Он что, требует, чтобы сказали, что у него хороший пресс? Нет. Он хочет, чтобы его обняли и сказали, что он в безопасности. И самое страшное, чего он боится, это отвержение. Этот маленький зайка внутри, который всю свою жизнь сидел. Что сделали с этим внутренним ребенком? Мы его сдали в детский дом. К сожалению. И наша задача, как специалистов, достать этого ребенка из этого детского дома и сказать, что ты, черт возьми, имеешь право жить, начни и пора. Алло. Можно. Но им страшно. Почему? Потому что боятся отвержения. Это чертов страх безразличия, с которым они сталкивались все свое детство. страх безразличия, который съедает изнутри. И чтобы не получить этого безразличия, этого отвержения, они начинают себя как-то вести. Как? Худеть, считать калории, бегать в спортзал. Они пытаются сделать что-то, чтобы вновь не оказаться с этим дерьмовым, мать его, чувством, которое они испытывали в детстве. Они будут делать все для того, чтобы избежать этого чувства. И проблема заключается в том, что расстройство пищевого поведения – это избегание. Избегание чего? Внутренней боли. Нам нужно поворачиваться к этой боли, обниматься с ней. Как один из моих супервизоров однажды сказал, или это я сказала? А, это же я сказала. Что боль неизбежна, но страдать необязательно. Вот это она сидит. Да, это оно. Нужно понимать, что у людей центральная проблема с расстройствами пищевого поведения – это и есть то самое недопущение, что я не могу остаться без этого принятия. Я не могу остаться, я не могу допустить, что я буду одна. Я не могу допустить, что у меня там не будет того-то, 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 того-то. Потому что это все вернет нас в состояние, в котором было так дерьмово. к сожалению. И корректируется это, естественно, все это корректируется. Успешно корректируется. Просто нужно понимать, как. Вопросы есть? Я кончу. Пожалуйста. Да? Хорошо. Давай. Если человек не вызывает рвоту, но у него присутствует вот этот вот контроль еды, отработка, например, в спортзале, излишне съеденного, это РПП? Да, это РПП. Конечно. У меня клиенты, чтобы вы понимали, у меня была клиентка, которая перед свадьбой за день она, в общем, встретилась с подругами, и она там переела. Ну, по ее субъективному мнению. То есть, на самом деле, она поела, как обычный человек, но ей показалось, что она переела. И она пошла бегать. А это была зима. И она бежала, бежала, бежала. В общем, она сломала. Да. И она пробежала, если мне не изменяет память, там около 15 километров, что ли. А еще дождь был. Ну, короче, свадьбы не было. Можно еще маленький вопросик? Да. Реально проходить, заканчивать обучение основного, которое сейчас идет, я на втором потоке учусь, и проходить ваш курс по осеньку. Конечно, реально. Почему нет? Так. Так, тут Роман предлагает какой-то тройничок. Я откажусь, пожалуй. Эльмира Маратовна, скажите, пожалуйста, как ребенку привить здоровое отношение к еде, особенно если ребенок мало ест. Дети – это самые интуитивные едоки, которые вообще существуют. Отстаньте от ребенка, пусть есть то, что как ему комфортно. Добавьте просто овощей, фруктов в его рацион, но если вы сами не едите их, то откуда ребенку брать важность этого процесса? Можете с себя начать. Я не знаю клинической картины, я не могу дать детальный ответ на этот вопрос. Эльмира Маратовна, БАДы – пустышки или есть те, что работают? Все БАДы – абсолютные пустышки. Если вы, Яна, можете прочитать у нас в Инстаграме школы, я писала пост по БАДам, там есть детальный ответ на это. Ждем ваш курс в сентябре. Замечтательно. Так, скажите, пожалуйста, психогенная нервная рвота относится к РПП? Ну, вообще, это… А, психогенная нервная рвота. Нет, она не относится. Это тоже отдельная такая история, когда ко мне приходят клиенты, говорят, у меня РПП. У меня РПП. Мне, значит, диагностировали анорексию. Я говорю, какая прелесть. Она говорит, ну, я хочу поправиться. Я говорю, а как так? Это не РПП. Это тоже такой вот очень интересный момент. Отсутствие адекватной диагностики среди психиатров. Об РПП начали вообще, в принципе, говорить только лет 20-25 назад. И до этого людям с анорексией ставили шизофрению. И лечили их от шизофрении. Поэтому это стоит понимать, что психогенная нервная рвота, она вызвана не расстройством пищевого поведения. Если мы говорим, нервно-психическое… Ну вот, мы все нервничаем. Кого тошнит, когда он нервничает? Ну вон, есть люди у нас, да, в аудитории. Это нормальный процесс. Так работает вегетативная нервная система. Я не знаю, тут Алексей вам наверняка будет что-то рассказывать по этому поводу. Да, можно, но в микрофон. Я спрошу по крайней мере. Людмила Маратовна, я правильно понимаю, что все культуристы, РППшники, да? Которые под почетом калорий занимаются? Ну, к сожалению, да. То есть они все культуристы? У них у всех есть… Ну, культуристы, понимаете, это кто? Это люди, которые качаются… Которые параллельно еще калории считают. Да, да, сейчас ставлю себе еще пару доз тестостерона. Это люди, у которых действительно есть проблемы. Это спортивная булимия. Они обращаются к специалистам? Редко. Как часто? Редко обращаются. Это люди, ну, понимаете, они живут вокруг… Это дисморфофобия называется. Когда человек постоянно очень сильно пытается как-то… Он недоволен собственным телом. Вот. Ему надо улучшать, улучшать, улучшать. Вот в случае с культуристами это, наоборот, пойти в качалочку и вставить себе еще пару уколов и, значит, добиться какой-то формы. А в случае с анорексией это вот та же самая дисморфофобия, только в обратную сторону, когда она смотрит на себя и говорит, я толстая, а весит 32 килограмма. А у тех в другую сторону. Если у одного из родителей РПП, можно переучить ребенка? Его можно только адаптировать. То есть ребенок перенял полностью образ жизни мамы? Это 100%. 100%. Я не знаю. Ну, может быть, где-то и есть. В моей практике не было такого. Подросток девочка. А как можно помочь ей нормализовать вот это поведение? К психологу только. Направляй к специалисту, да. Да, главное, психодиетологов избежать. То есть если уже есть нарушения, то специалист может помочь. Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем более адекватен будет выход. А если мать решила нормализовать сама, допустим, свое питание, она может своим примером переучить? Я понятия не имею, по каким причинам ее мать и как она там собирается нормализовать свое питание. Ну, своим примером. А если это вне РПП говорит? Нормализуй питание. Ну, обычное питание. Три раза в день, там, пять раз. А почему не пять? Порционно, без всяких там нарушений. Порционно, да. А что, мы не можем просто так кушать? Вот вы видите, это на самом деле здесь очень много. Я готова спорить об этом часами. Я готова спорить об этом часами. Не бывает такого, что человек просто говорит, мне надо нормализовать питание. Кому надо? Нормально живешь, успокойся. Вопрос, чего надо? Я отпущу их поесть. Все, давайте. Тут кто-то рыдает. Танцы, балет, бег, бассейн, фитнес, марафоны. Да, это оно. Да, кто еще? У меня вопрос. Можно ли говорить, что пищевое поведение при стрессе… Коллеги! Пищевое поведение на фоне стресса может быть определяющим фактором. То есть, если ты стрессуешь и не ешь, то, скорее всего, ты здоров с точки зрения РПП. Не факт, не факт, нет, не факт, вообще не факт.